коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем две немножко схожие ситуации между собой это пробои как правило без хороших красивых пробойных точек входа первом варианте где мы ждем ретест и второй вариант когда происходит закрепление и там будет такой небольшой подвох с убеганием цены вопросы звучат следующим образом при заходе в пробой после импульса и дальнейшего ожидания ретеста насколько ниже выше уровня ниже выше от уровня ставить отложку такая ситуация немножко спорная я ни в коем случае не против но использование слепых лимиток но и сам их не применяю например при подходе к уровню у нас здесь не формируется никакой пробойной картиночки для входа by стопом данном случае цена пробивает вот так улетает перебитый излом можно по ожидать на ретест до тех пор пока цена не коснется не сделает ложный пробой или или до либо касание либо ложный пробой например хвостик и закрываемся здесь то это равно точка входа то есть ретест эта ситуация отработана временем да скажем так годами и на то есть свои основания даты закрыть убыточных позиций теми кто здесь на продавал какой-то момент они выскакивают 0 мы получаем отзыв скажем да при тесте если нет касания то есть пока цена идет к уровню вот здесь никаких входов я не допускаю касаемо насколько выше или ниже от уровня но в данном случае насколько выше можно разместить бай лимит для того чтобы она зацепила и непременно цена ушла в первую очередь необходимо оценивать волатильность здесь не должно быть никаких огромных красных палок потому что нас могут обратно сюда затащить приход должен быть постепенно и вполне себе адекватный оценивайте волатильность инструмента можно отар текущего дня посчитать например если мы за сегодня прошли уже там условно 10 процентов монетки можно там стопик ставить там полтора два процента если средний отар там 5 6 процентов то там 60 70 сотых процента можно ставить стоп то есть особо со стопами не перебарщивать один важный момент при работе от ретеста уровня то есть если мы берем здесь отскок на продолжение движения нашей дальней целью должен служить именно излом экстремум который образуется при выходе нередкие случаи когда цена не доходит и идет обратно и если у вас будет три к одному вот здесь стоит профит то вы не получите свой тэйк и цена начнет заваливаться обратно движение необходимо забирать маленькая если например от уровня до излома там 45 стопов можно попробовать посидеть забирать там 34 к одному если там больше 10 рисков на необходимо пройти там 15 рисков то это только лучше и можно также будет попробовать посидеть именно потянуть позицию стопики в данном случае но так как я жду именно заколы и закрытия сюда стопики всегда ставлю за хвост ложного пробоя если пойдем ниже варианта вот этот вот закол перезакол и отсюда отзыв какой-то я уже не жду то есть логика ретеста именно в первичном подходе там где закрываются быточные позиции сейчас тоже на графике покажу второй вопрос после пробоя инструмент сразу идет в сторону тэйка без ретеста если ждать закрепления 2-3-5 минутки то инструмент уходит далеко от уровня как правильно заходить такие сделки ответ на удивление очень прост никак если цена пробивая уровень пробивает уровень мы ждем здесь чтобы она постояла и затем входим в сделку цена пробивает и уходит дальше а потом еще и ретеста не дает и идет в сторону тэйка мы здесь ничего не делаем не наш торговая ситуация если здесь нет оформленной пробойной точки входа то это чистой воды средний срок вы входите при пробое стоп ставите за откат и ожидаете что у вас движение будет продолжаться так что если цена убегает далеко никаких ходов не предусмотренном так первая сделка лунц здесь был ретест где-то 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 вот здесь в начале мая самая наверное простенькая картинка из последних вот это мне не понравилось то есть подход неплохой все наверное да кто смотрит и знает понимаем да вот эту ситуацию то есть у нас давайте так чуть шире у нас картинка изначально то есть вот вот здесь была точка входа мы пролились здесь одна была на торговку дали импульс потом вернулись по сути дела в нее этот хвост не достали и дает еще одну опорную точку тут объемчик выскочил в общем такой неплохой откуп да кто не смотрел урок про правильные откаты и про варианты сломан пересмотрите картинка шартовая локальная поломана локальные точки входа на младшем таймфрейме не дали если вы посмотрите под минутку то здесь ничего хорошего не было мы подбежали быстро еще еще держит где здесь вот подбежали быстро никакого касания не было тут же закололи и реакции вот потом с неглубокого отката пробиваем да то есть если средний срок то это вот такой вход и вот сюда стоп и не факт что там будет в этом движении потом там конечно далее вода но после того как дает 2 к одному и цена идет обратно к вашей точке входа еще и утаскивают отрицательную плоскость то некомфортно все себя чувствуют пересидеть и вот это пересидеть то есть здесь во времени такой это тоже длительный процесс получился первичный импульс потом такое тяжкое тяжкое снижение и потом там это было продолжение было потом вот здесь пробой на точке входа нет ретест пробили вытащили обратно дождался еще одну пятиминутку зелененькую до открывался немножко цена клюнула 10 157 там точка входа получилось стопик меньше одного процента за хвост ложного пробоя и до излома и так профит в этом движении не достала вот здесь вот цепанула закрыла и потом опять цена я не пересидел сделка такая была днем и под вечер закрывал пересидел теперь в ситуации когда мы не заходим пробой да в данном случае я сделку просто прошли там на радара попала с вечера до ситуация на медне в том и день постояли такой импульс дали как сквиз выбили всех да кто здесь сидел еще в шортах набирал шортовые позиции так как у нас здесь все вот это видит как поджимает поджимает их всех выкинули с рынка и затем обратно сразу бы очень быстро нас прижали и вот это вот вот этот момент то есть с 5 утра до там восемь часов сорвало я не видел момент срыва продолжение 10 дали остановочку тоже пропустил ждал ретеста вот ретеста не дали и цена убежала по сути дела без меня но не дали ретеста ничего страшного нет это уже просто упущенная сделка это никакие не убытки не стопы там лишние поэтому если цена уходит без вас не огорчайтесь ищем другие инструменты ситуации масса нужно просто немножко терпения наблюдательности и все получится не отдавайте в рынок лишние стопы он вас за это благодарить не будет все всем удачи надеюсь было интересно пока пока ransomware помнись в в котом в в в в в в б в мен Продолжение следует...